привет друзья я журналист меня зовут на рене киракосян и вы находитесь на моем канале мы сегодня поговорим о еде о самой древней еде о самом древнем блюде шашлыки на армянском языке он называется хороват что означает печь что-либо это может быть мясо или овощи хоровель печь на костре а вот слово на русском языке шашлык вероятнее всего произошло с тюркоязычного шишлык которое означает верченное мясо насколько вот я знаю вообще хороват или шашлык делают из баранины и мы сегодня посмотрим как из баранины делают пастухи шашлык должна вам признаться что в армении все любят шашлык мне кажется очень многие народы любят его но в разных вариациях для кого-то это барбекю для кого-то это гриль ну а для нас армян это хороват шашлык и когда режется свежий свежая овца или ну мясо то мы не добавляем никаких приправ кроме соли иногда делаются травы и пряности это в основном чебрец или базилик добавляется лук ну мы ставим его мариноваться и он этот вот моя маринация называется у нас бастурма но поговорим просто о простом шашлыке вообще это неправильно говорить какому народу принадлежит шашлык потому что это блюдо все-таки делали самые древние люди как-то же они узнали об огне и вот как сделали открытие огня стали получать огонь так вот всех пор и делали шашлык а у армян традиционный шашлык делается на шампурах шампуры вот это вот вы видите сейчас это такие длинные железяки на которые нанизываются нанизывается мясо картошку можно мы часто делаем баклажаны перец болгарский помидоры и из овощей печеных делаем соус для шашлыка а сам шашлык если это баранина то вот я как сказала люблю добавляется только соль мы сейчас находимся на очень красивом месте на высоте 2800 метров над уровнем моря и а в гостях у пастухов которые остаются в горах все те месяцы которые теплые это может длиться до сентября до октября смотря в какой высоте здесь очень сочная трава и поэтому вот особенность хорошего вкусного шашлыка в том числе и от того что пасутся овцы именно вот на альпийской высоте это альпийский климат это альпийская высота и альпийские вкусности для животных кстати тут очень хорошая бузина росла вот вы видите как солью посыпается просто нарезали кусочками мясо нанизали на шпажки которые я сказала как называются шампур и посыпаете солью она а ее больно много не бывает берется на мясе столько сколько можно вот это простые люди у них вы можете посмотреть и сказать ой как они одеты то есть но это рабочие люди вот это настоящая жизнь не какая-то гламурная где-то не знаю в каком-то городе вот так люди живут и трудятся а потом кстати это вот экологически чистое мясо поступает на прилавки магазинов говорят что самый самая лучшая баранина вот для арабских стран для иранцев тоже поступает из армении у нас особый кстати сорт этих овец мы называем на армянском домоговор что означает что под хвостом собирается жир я не знаю как это можно назвать на русском вот все что я хотела в принципе рассказать о шашлыке а хоровате это то блюдо которое армяне могут кушать с утра до поздней ночи то есть на завтрак на обед и на ужин ну в принципе могут кто-то вот сказать о диеты то есть я так скажу что чем жирнее мясо тем лучше потому что вот годами двадцатилетиями людей учили что надо без холестерина то все на это ошибочное мнение и обезжиренная еда сказалось назад и здоровье людей нужно конечно и жир животный тоже жир ну в каких-то малых количествах в общем то друзьям хороший шашлык получается конечно же из жирного мяса ну на этом все пока пока подписывайтесь на мой канал если вы не подписаны у меня есть папка под названием армении и там вы увидите видео на русском языке про армению и ставьте лайки пожалуйста пока пока